В первый этап новой федеральной программы по переселению из аварийного жилья, которая стартует уже в этом году, по предварительным данным вошли семь муниципальных образований Архангельской области. Пять городов и два района, в том числе и Ленский. О том, как там ждут новоселья, наш репортаж. У меня все хорошо. Все хорошо. У жительницы Яринска Нина Алексеевна Кучина стало четыре года назад. Пенсионерка говорит, мне повезло вдвойне. Место старой, неблагоустроенной однокомнатной развалины, комфортная с удобствами двушка. А все лучше. Здесь не надо ни дрова носить, ни заготовлять, ничего. Включил котел, да и грей. Аварийное жилье Нина Кучина изначалось в реестре, составленном на 1 января 2012 года. В рамках федеральной программы новоселье тогда справили еще 280 жителей Ленского района. Расселен 31 дом. Расходы составили порядка 180 миллионов рублей. Кстати, этих денег хватило, чтобы построить не каркасные, а кирпичные дома. Мы удачно выбрали подрядчик, подрядную организацию, которая занималась этим строительством по индивидуальному проекту. Им же этой подрядной организации и разработанной. В новую федеральную программу по переселению граждан из аварийного жилья вошли те территории, которые успели сформировать список до 31 декабря 2017 года. Ее первый этап стартует уже в этом году. В Ленском районе в него вошли 36 домов. Будет построено 6,5 тысяч квадратных метров нового жилья. Мы вошли в число семи районов, которые будут участвовать в первом этапе переселения из обветского и аварийного жилья. Но для этого наши сотрудники работают и по выходным дням, и сверхурочно, собирая ту необходимую информацию, которую необходимо предоставить для участия. Работа предстоит большая. Всего в обновленный реестр аварийек в Ленском районе включено 90 деревяшек. Это 252 квартиры. Их должны расселить до 2024 года. На воселье справят 550 линчан. Елена Кермич, Алексей Вачек, Регион 29.